Я вновь всех приветствую, сегодня видос будет более такой разговорный, хочу поговорить немножечко о расширении ксго флот макетчекер, а конкретно я хочу вам дать пару подсказок насчет того как искать годные паттерны и годные флоты с помощью этого расширения. Это конечно все просто, это все очевидно, мы до этого с вами дойдем, изначально я хочу рассказать где всю такую информацию можно черпнуть, мы просто-напросто возьмем с вами викиксмани, здесь есть вкладочка другая и редкие паттерны, здесь сразу же идет перечисление различных градиентов, закалок и так далее, у которых ценятся различные паттерны. Сразу же можно например перейти на коллаж закалку, который чуть ниже находится и на его примере рассмотреть как это все работает. Здесь как видите сразу же открыт паттерн, просто ставите галочку только редкие паттерны и например прям по заводу получается у ранга первого один паттерн ценится, у ранга второго вторые паттерны ценятся, у ранга третьего третьи и как видите они здесь получается идут перечисления. Все просто, все очевидно, не забывая о том что у каждого качества свои паттерны наиболее ценные, у различных рангов, поэтому тоже это учитываем. И дальше сайт который мне тоже в этом немало дает подсказок, это например тот баф, на бафе можно спокойно зайти например коллаж в качестве немного поношенной, и мы сразу можем найти то что здесь есть поиск по паттерн, тир 1, тир 2, тир 3, тир 4. И получается вот, либо все можно глянуть паттерна тир 1 на наиболее ценные, которые здесь расписаны, либо просто-напросто выбрать определенный который вас интересует. И посмотреть кто сколько накидывает за тот или иной паттерн, конечно можно просто вести сразу же поиски нужного паттерна, как видите я здесь уже такое делал, но не только с калашами это у меня было связано. Но не суть, мы немножко возвращаемся обратно, о чем я говорил, точно так же работает получается и с сапфирами и с рубинами на бафе, точно так же это все работает и на вики кс майн. Выбирайте любой нож и смотрите какой паттерн на нем ценится наиболее лучше. Только редкие паттерны, можно даже кстати говоря 100%, 98%, 99% выбрать, да, и выписать для себя наиболее интересное, за которое действительно есть переплата. С этим все понятно, это мы мотаем на ус, запоминаем. Также, давайте коснемся кс мани самого, здесь есть такая кнопочка по центру под названием дополнительные фильтры, нажимаем на нее и здесь можно настроить поиск по определенным флоутам, по определенным файдам, по определенным блогемам. И получается выбрать фазу которая вам интересна на ноже, да, то есть от первой до четвертой фазы, рубин, сапфир и так далее. Можно получается ввести паттерны, которые вас интересуют через запятую для поиска на мани, можно чуть ниже получается выбрать редкие флоуты, редкие паттерны, можно например убрать сувенерки, ну допустим, да, может быть вам это пригодится. В целом здесь все понятно, здесь все можно в принципе разобрать самостоятельно, что и как работает, поэтому давайте сразу же перейдем к следующему, а именно к расширению кс гоу флот чекеру. Получается мы с вами подчеркнули нужную информацию о том, какие наиболее ценные паттерны на ножах с помощью викикс, мани с помощью бафа, вот допустим у меня открыт получается, поверхностная закалка немного поноженной, мы листаем вниз и как видите я уже здесь для себя выписал наиболее ценные паттерны. Это все добавляется очень просто, когда у вас уже есть расширение, здесь появляется вот такой фитер и просто-напросто через него пишите интересную и нужную вам информацию. Например, вам интересен паттерн 977, пишите здесь сид, два знака равно, 977 и добавляйте этот фильтр в поиск. И он сразу же выделяется зеленым, получается у вас, и вы его не упустите. Если нажмете кнопку глобал, то получается этот паттерн будет выделяться на всех скинах на тп, если нажмете вторую кнопочку, то соответственно он получается удаляется. Точно так же работает и с флоутами, вот например у меня выписано, да, флоут меньше чем 0, 2, 0, 9 и кнопочка глобал, то есть получается на всех скинах такие флоуты у меня будут выделяться сразу же зеленым цветом. Можно написать знак равно, можно написать знак больше либо меньше, это сути не меняет. Если вы затрудняетесь в написании, забыли, то открываете спокойно получается кнопочку фак, которая находится сбоку. И здесь расписано все, что умеет делать это расширение. Я использую всего лишь две фишки этого расширения, но их здесь как видите гораздо больше. Max флоут, min флоут, фазы, прайсы, ранки и так далее. В принципе здесь все это расписано, факи. В целом здесь ничего такого сложного нет. С этим все понятно. Я так слегка затронул получается флоут, макетчекер, расширение. Все конечно же будет в описании, все сайты, само расширение. Все ссылочки я оставлю там. Если вы хотите чуть больше информации об этом расширении, то пишите об этом в комментариях. Я разберусь, что к чему с этим расширением и попробую снять об этом видос. А так на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте писать какие-то комментарии для продвижения видоса на ютубе. Всем удачи, всем хорошего трейда. И скоро вновь увидимся.